Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить вас с самыми интересными новостями Армении и Азербайджана. Вчера я на своем канале выпустил ролик, где сообщил, что Виталий Баласанян хочет стать азербайджанцем. Он не собирается уезжать с Карабаха и ждет, пока его уже арестуют азербайджанские спецслужбы. А вот Самвел Бабаян сбежал в Ереван. Видите, вот Самвел Бабаян, а здесь Виталий Баласанян. Ознакомлю, что пишет армянское издание. Лидер партии «Единая Родина» бывший министр обороны и секретарь Совета безопасности Карабаха Самвел Бабаян, минувший ночью, прибыл в Армению, благополучно миновав азербайджанский контрольно-пропускной пункт на выезде из Лачинского коридора. Так, об этом сообщает армянское издание. Так, по словам Бабаяна, он, как и все находившиеся рядом с ним жители Карабаха, пожелавшие покинуть Родину, вышел из машины на КПП и подал документы азербайджанским пограничникам. При этом бывший карабахский военачальник утверждает, что не менял свою внешность и не воспользовался документами на имя другого человека при прохождении азербайджанского погранконтроля. Узнали ли представители ГОН-погранслужбы Азербайджана Самвелла Бабаяна, разрешили ли ему воспользоваться предлагаемой амнистией, или произошел технический сбой в работе этого ведомства, остается невыясним. В общем, азербайджанские пограничники не узнали, что он, оказывается, там бывший министр обороны этого Карабаха, его надо было арестовать. Между тем, как сообщает телеграм-канал и бывший секретарь Совета Безопасности Карабаха, герой, Виталий Балассоэн не собирается покидать Родину. Он об этом, я вам вчера выпустил ролик, заявил, что я родился в Карабахе 5 марта 1959 года утром в 8.00 в Аскеране. И сейчас там живу и буду там жить и дальше. Так, ну вот, так что один проскочил, вот этот самый Самвелл Бабаян, который вот он слева, а второй остается там жить. Но вот самое главное, не проскочил вот кто, Рубен Варданян. Вот Варданяна задержали. Последние новости, Рубен Варданян в Баку, заявление Госпогранслужбы. 27 сентября на пограничном пропускном пункте Лачин в результате бдительности военнослужащих государственной погранслужбы был задержан незаконно прибывший на территорию Азербайджана Рубен Карленович Варданян, 1968 года рождения, занимавший должность так называемого государственного министра в Карабахе. В сопровождении сотрудников сил быстрого реагирования, Госпогранслужба Варданян был доставлен в Баку и передан соответствующими государственными органами. Ну, органам, да, будет все судить его для принятия решения в отношении его. Сейчас обеспокоилась супруга Рубена Варданяна Вероника. Рубена Вероника Занабен заявил российские СМИ, что миллиардер был задержан на пограничном пропускном пункте Лачин. Сегодня утром мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен, был арестован и взят в плен, сказала его супруга. Так, и вот, сейчас я вам еще, так, о Варданяне немного зачитаю, что пишут. Напомним, что Рубен Варданян, бывший госминистр незаконного сепаратистского образования в Карабахе, известен как экс-совладелец стройки «Диалог», один из основателей Московской школы управления, Сколкова, ее первый президент. Так, у него состояние 500 миллионов долларов, пишут здесь. А Форбс оценила в состоянии всего 950 миллионов долларов в 2017 году. Он занял 99 место. Так, ну и дальше поехали, что тут. Да, служба госбезопасности, это уже Армения, подтвердила информацию о задержании Рубена Варданяна. Да, все уже подтверждено, он доставлен в Баку. Варданян передан соответствующим государственным органам для приятия решения. И сейчас супруга вот, обеспокойная, заявила, что точно муж уже арестован, взят в плен азербайджанскими властями. И она уже вся в панике и в слезах. Сегодня мой муж Рубен Варданян, филатроп-бизнесмен и бывший госминистр, был арестован, взят в плен азербайджанскими властями, на границе при попытке покинуть Карабах вместе с тысячами других армян, спасающихся от азербайджанской оккупации. Все десять месяцев блокады Рубен Варданяна стоял плечом к плечу, с Карабахцами терпел лишение, боролся за выживание вместе с ними. Прошу вас, помолитесь вместе со мной о том, что моего мужа отпустили невредимым. Вероника Зонабен. Кто ж его отпустит? Все, он задержан, он преступник, его будет судить. И посадят в шушу в тюрьму. Ну вот тут за него... А, и вот еще сейчас кадры задержания, извиняюсь. Кадры задержания Рубена Варданяна. Посмотрите, как его задержали. Распространились кадры задержания сепаратиста Рубена Варданяна азербайджанскими пограничниками на КПП Лачин. А Вардан на ручниках был оправлен в Баку. Вот он... Ай, вот и вот ведут. Сейчас посмотрим. Попался миллиардер. Все, окружили и ведут. Он спокойно идет, не сопротивляется. Так что все. Будем следить, как будут судить Варданяна в Баку. А вот Кремле пытается защищать права задержанного в Азербайджане Варданяна. Да, видите, Песков зашевелил своими усами. В Кремле неизвестно, пока они еще неизвестны, задержания экс-главы правительства НКР Рубена Варданяна. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он российский гражданин, заявляет Песков. У него есть российское гражданство. Поэтому так или иначе мы должны получить информацию, если имело место задержание, заявил пресс-секретарь президента. Также Песков сообщил, что Россия будет защищать права Варданяна. Напомню, что Рубен Варданяна отказался от российского гражданства осенью 22 года. Так он все, он не гражданин России. Он в 22 году уже принял гражданство Армении, так что Песков зря волнуется. Ну вот сейчас новости, сколько армян уехало из территории, как сказать, Карабаха в Армению. Цифра шокирует, я сам в шоке. 47 тысяч. Вот, это пишет издание новости Армении. Свежая информация сегодняшняя, только сейчас. Я последней информацией где-то следил, было около 20, что-то такое. 47 тысяч уже прибыло в Армению. Вот сообщает новость Армении. Так что, не знаю, Пашинян 40 тысяч коек в Горесе там организовал. Так, вот здесь, на границе Армении и Азербайджан, а тут уже оказывается, уже перебор. Уже, да, пишут, вот, 47 тысяч 115 уже прибыло. С каждым часом все увеличивается, как бы сказать, число беженцев, называемых карабахских армян. На положение в полдень 27 сентября из Карабаха в Армению прибыло 47 тысяч 115 насильственно перемещенных лиц. Сообщила пресс-секретарь, премьер-министр Армении Низели Багдасарян. Она уточнила, что эти данные касаются граждан, которые пересекли мост Хакари в Лачинском коридоре. Ну и вот она пишет, что 42 с половиной тысяч уже точно поставлены на учет. Там, в общем, всего 47. Не знаю, сколько еще будет, но я так, если такими темпами пойдет, то к концу этой недели вообще ни одного армянина не останется. В так называемом бывшем Карабахе, потому что, видите, на карте уже нет такого понятия, как Нагорный Карабах придумал армянами. Вот, это была статья как раз. Так что это все территория Азербайджана. Я думаю, да, армяне и все, и пожилые, и пенсионеры. Я думал, останутся какая-то часть. Нет, все собирают вещи на машинах. Огромные колонны уже, я видел снимки, показывают километровые очереди, они все на машинах, на автобусах. Кто на чем могут, добирается сюда, на границу Армении и Азербайджана, и потом их здесь в Горесе размещают. Тут Карнадзор есть такой, туда еще. В общем, все гостиницы, все куда могут, их туда расселяют, чтобы, как бы сказать, чтобы хоть они могли где-то переночевать хотя бы. В общем, вот такие новости на сегодня. Всем спасибо, всем пока, до скорых встреч.